Ибрагим Срок рассчитан на три года, то есть я еще три года в Самаре, это меня очень радует Сейчас очень часто в контракт включаются пункты, по которым футболиста можно выкупить за определенную сумму, не договариваясь с клубом У тебя есть ли такой пункт, если не секрет, сколько нужно заплатить за Ибрагима Салагова, чтобы он просто взял и ушел в другую команду? Нет, такого пункта нет, то есть я пока принадлежу к крыльям советов, если поступит достойное предложение, я не знаю, там уже будет руководство решать, отпускать меня или не отпускать А вот именно специально какого-то пункта нет, не предусмотрено Для тебя важно было подписать именно контракт на длительное время? Ну три года это не очень-то длительное время, бывает и побольше, там пять лет Но мне важно было подписать именно контракт с крыльями советов, потому что я здесь, первые мои шаги в профессиональный футбол я начинал здесь Здесь очень теплые болельщики и, кстати, мое решение тоже было связано именно с болельщиками тоже Потом я чувствую, что в крыльях я смогу прогрессировать, тоже немаловажно И вот все эти факторы и вылились в мой контракт А вот то, что в клубе как раз в то время, когда шли переговоры по твоему контракту Происходили определенные перемены, перестановки на тренерском мостике в том числе Могли вообще как-то повлиять и на переговоры? Не было тревоги? Ну, если честно, не то чтобы тревоги Я просто понимал, что сейчас крылья находятся не в самом легком положении Да, если бы еще я их стал подводить, то, наверное, было вообще некрасиво И поэтому тревоги за себя не было, только за клуб Я хочу клубу помочь Надеюсь, что этот контракт я смогу оправдать доверие и болельщиков, и руководства клуба Ну и свое к себе, как бы, что я рассчитываю, ну на что? Показать себя Надеюсь, у меня это все получится Вчера было официально объявлено о том, что главным тренером команды стал Александр Валерьевич Стоганков Как ты воспринял эту новость, как команда ее восприняла И на твой взгляд, вот по тем неделям, которые вы уже тренируетесь под его руководством Много ли поменяется и в тренировках, и в игре команды? Я думаю, много, не знаю, поменяется, не поменяется Все-таки мы уже довольно длительное время знаем Александра Валерьевича И, что бы сказать, с таким удивлением восприняли, нет, наверное, были готовы к тому, что его оставят Потому что он, наверное, заслужил этого И надеюсь, что взаимными усилиями мы, как бы, еще раз скажу, оправдаем доверие И сможем вывести крылья на новый уровень Сейчас впереди у нас непростой матч против Кубани Соперник на ходу, соперник здорово сыграл на европейской арене Они в хорошем настроении приедут А Кли потеряли трех игроков, которые постоянно играли в основном составе Вот сейчас есть ли уже понимание, как выходить из этой ситуации Насколько, на твой взгляд, будет сложно играть в следующем матче И, особенно учитывая то, что ты очень часто перемещаешься по разным позициям на поле Готов ли еще какую-нибудь освоить, если нужно? Да, готов на любой позиции сыграть Главное, чтобы команде пользу приносил А по поводу того, что, ну, ушли игроки, ну, это жизнь Сегодня уходит, завтра придут другие Так что на это, я думаю, не стоит обращать внимание Нужно выходить на поле и играть, и играть желательно на победу Субтитры сделал DimaTorzok